Что могу сказать? Все работали, все старались, разобрали игру, все моменты. В основном, со всеми моментами справились, в большей степени. В те моменты, где они справились, нас наказали. Вот в этом и вылился наш пророк. Сколько там? Шесть очей, наверное. Вердштайнерог в конце пропустили, да? Не вистачило сил, в принципе, был времен матча и Станинерог там десять ног. Ну, был ровный, да. Другой Коренюк там под кольцом забил пару важных таких мячей и трехочковый, по-моему, маленький попал. Такой тоже не особо легкий. Ну, собственно, и решил засунуть. Ну, нам надо дальше стараться выходить с этой ямы, драться, бороться, чтобы до конца сезона выйти в плей-офф. Надеюсь, это будет. Считаю, сегодняшняя игра проиграна, прежде всего, в реализации нападения, даже не в организации, а в реализации. Что я имею в виду? Имею в виду реализация тех ситуаций, которые мы создали, и количество потерь, которые просто, ну, к примеру, элементарная вещь. У Крылбаса всего лишь шесть перехватов, у нас 16 потерь. То есть, куда ушли остальные наши потери, где это? Это не всегда, как скажем так, вынужденные или организованные по соперникам ситуации, в которых мы просто сегодня потеряли мяч. Несколько раз мы свободные проходы. В этот момент умудряемся куда-то либо пасать, там, где его не нужно отдавать, либо себе в ногу попасть. Мы на вопрос именно реализации этих моментов. Потому что по защите сегодня больших вопросов нет. Мы ставили задачу с Крылбасом всегда тяжело играть. Если опять вернуться к нападению, то можно, ну, скажем так, в пользу Крылбаса, нужно сказать, что они всегда защищаются жестко и агрессивно. Вот, понятно, что вынуждают где-то там делать тяжелые броски. В нападении против них организовывать всегда тяжело. Но, опять-таки, я сегодня не говорю о том, что разрушил Крылбас. Я говорю как раз о том, что мы создали и не реализовали. Вот, то, что по защите мы заставили сделать Крылбас 22 потери. Они забрали всего лишь 10 подборов на нашем счете. В сравнении с тем, что в первой игре они у нас забрали 29 на нашем счете, когда у нас был и балабан, и скира, то есть какой-то размер. То есть сегодня работу по, скажем так, игре той, которую Крылбас любит, в пост, много загружать краску. В принципе, справились. Притом большой объем работы сделал сегодня Игорь Сергеев. Это радует, что сегодня он очень и очень неплохо выглядел на площадке. Вот, но рисковали где-то трехочковым броском. Крылбас сегодня забил, забил там, где мы опять-таки рискнули, ожидали. Надеялись, что игроки промажут, потому что там оставляли игроков, которые там играют с не самым высоким процентом на сегодняшний день. Но сегодня Крылбас забил, и, конечно же, им это помогло. И последние три минуты игры просто провалились. Тут не хочу с себя снимать никакой ответственности. Может быть, передержал в третьей, четвертой, четвертой, но оставлял на площадке тот состав, который был в игре, который давал результат. Мы там какой-то отрезок времени лидировали, или мы шли очко в очко с Крылбасом. То есть, я думаю, что сегодня была такая жесткая, вязкая, как всегда игра с Крылбасом. Задача, в принципе, удержать краску, да, то есть непогано это вдавалось, мало протустили из краски, а в конце, да, там, Крылбас забил, да, поспир, то есть, втомилися? Я думаю, что да, там он Игоря затолкал секунд по 7-10, борьба была в трехсекундной зоне. Конечно, когда ему дают столько времени оставаться внутри зоны, там мало игроков имеет шанс против Крылбаса, потому что парень действительно очень мощный. И помимо того, что он имеет, да, вот эту мощь, размеры, физическую силу, он еще и очень-очень здорово там разбирается. Вот, еще раз скажу, что на протяжении всей игры, в принципе, если говорить о Игоре, он отлично справлялся. Даже сегодня где-то превзошел все мои ожидания того, что он будет сегодня, ну, как он сегодня будет выглядеть. Молодец, здорово, скажем так, это такой позитивный момент. Питание, что приймах мало з игроков, который так в кілька разей неправильно захистился, а чем не... Потому что, понимаете, ну, какая ситуация у нас в турнирной таблице? Там, где я буду давать всем поиграть, есть четкие какие-то задачи, которые должен каждый игрок выполнить. Если парень выходит и те вещи, которые тысячу раз проговорились за последние три дня, не выполняет, ну, как он может быть на площадке? Иначе не готов, не знаю, ментально, скорее всего, прежде всего. Сегодня такое было мое решение. Я дал ему пару минут, он допустил там две ошибки. Я сделал вывод, что он не готов к сегодняшней мере. Мы пришли, мы боремся, мы провели, мы провели, мы провели что мы готовы сделать по прошлой неделе. Мы знали, что это будет тяжелый гейм, и двоих наших рекордов довольно шагов. Мы знали, что это будет шагов. Терен, ты говоришь, что вы очень непогано, добре готовились. У каждой команды имеете лучший результат в таблице, поэтому вы знали, что будет очень серьезная пробка. А Тендрик готовил для этого, доброе, что победили. Какой момент вы победили? Я думаю, что последние несколько минут, когда мы делали это 6-0 рамки, я хочу сказать, что Мелеш, Попович, он украл три, и он украл, 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 он украл. Выкрал украл, он украл 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 украл. Скажу, что очень важная победа, все понимали, перед этой игрой турнирную таблицу, и есть моменты, когда, если выбирать между хорошим герой выражением и плохой герой победой, мы выбираем второй, да, это была именно та ситуация. Я не могу сказать, что мы собирали excellent game, нет опять очень много up и down. Да, мы пытались фалу, да, нашу идею на эту игру, но, к сожалению, не все получалось, принимали много непонятных решений. И да, сегодня очень сильно повезло с процентом трехшколых, почти 40, и в конце далее хорошие отрезки. В второй половине мавпы делали свой рывок, да, потом там несколько стеймаутов было, и потом у вас был рывок в последний хвилин. Что сказали, как перебудовался что-то в последний рывок? Мы говорили о наших правилах, да, когда был рывок черкасских мавп, допустили кучу ошибок, пытались их корректировать. Вы, в принципе, знали так, что у вас перевага на счетах, что у вас задоволенны тем, как вы прислали? Мы старались, не могу сказать, что задоволенны, но, скажем так, 50-50, что-то получилось, где-то довели карман в мяч, и атаковали их слабую сторону, наши сильные стороны. Но было много моментов, которые не есть. Какая у вас была дома селя, поразок на выезде, да, в России, это перемена? Я думаю, я и сказал, что есть ситуация, когда, если выбор стоит между хорошей поражением и плохой победой, надо выбирать второго. Сегодня плюс-минус похожая ситуация. Мы не сэрали 40 минут стоя на наших правилах защиты и нападения отрезками, да, но не консистент.